Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юлианна и сегодня мы сделаем обзор флагман от компании Sony Xperia Z1. Начнем с распаковки. Итак, распаковка. Коробочка, естественно, от Xperia Z1. Сам телефон. Блок питания, USB, наушники, накладки для наушников с крепежом. Ну и, естественно, всякая документация. Сейчас я вам расскажу про внешние управляющие элементы смартфона. Сверху мы видим мини-джек для наушников. С правой стороны мы видим разъем для сим-карты, закрытый заглушкой. Далее мы видим кнопку включения-выключения смартфона, качель регулировки громкости и кнопочка быстрого доступа к фотокамере. Снизу мы видим динамик. Далее, с левой стороны мы видим контакты для док-станции и два разъема для microSD и для зарядки. Спереди мы видим естественный экран диагональю 5 дюймов, основной разговорный динамик, фронтальную камеру. Сзади мы видим основную камеру, диодную вспышку, ну и, собственно, логотипы Sony. Итак, настало время технических характеристик. Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2,2 ГГц на ядро. Попроизводительство, кстати, лучше, чем Galaxy S4 и HTC One. Графический процессор Adreno 330, операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean. Фирменный экран Sony с технологией TFT, диагональю 5 дюймов, Full HD, 440 ppi. Оперативная память 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ, но с возможностью расширения с помощью карт microSD. Основная камера 27 Мп, фронтальная камера 2 Мп, аккумулятор 3000 мАч. Итак, камера имеет как и автоматический режим, так и ручной режим. В смартфоне установлена функция InfoEye. Она показывает контекстную информацию об объекте, который вы снимаете. Ну, например, сфотографировали памятник, он сразу выдает, что это за памятник, когда был поставлен, ну и так далее. Еще одна дополнительная функция Time Shift Burst. Камера делает 61 снимок, и потом вы можете выбрать лучший из них. В смартфоне стоит функция Social Life, позволяющая загружать сразу снятые материалы на Facebook. Также есть приложение R-Effect, совмещение снимков с анимацией с использованием фирмы технологии дополнительной реальности Smart R. Ну что, давайте посмотрим, как этот новый 20-мегапиксельный модуль себя покажет в деле. I'm so happy with myself, I live a life with no regrets, when it comes to my head, I'll get an entry is the best, all my friends do compliment, all the stuff that I do, and I don't surprise myself, I don't think I'm good enough for you. Итак, давайте посмотрим на тесты производительности, на интерфейс и на приложение. Стандартный интерфейс Sony, который Sony использует на всех аппаратах абсолютно своих. Ничего не тормозит, не подлагивает, так выглядит шторка. Нажали Bluetooth, выключили Bluetooth, все стандартно для Sony, как и для всех остальных и прочих. Меню настроек выглядит следующим образом. Одна большая простыня с иконками. Тест Antutu показал почти 35 тысяч. На на мак 2 60 фпс. Epic Zetadela тоже почти 60 фпс. Очень хороший результат. Так выглядит ВКонтакте. Так выглядит Инстаграм. Так выглядит читалка Кулридер. Так выглядит фотокамера. У Sony очень большое количество различных настроек, опций, параметров. Так выглядят игры. Angry Birds, например. Субвейсерфер. Субвейсерфер. Dead Trigger 2. Простым смахиванием приложение удаляется из трея. Ну что, теперь самое интересное. Выводы. Мне лично внешний вид понравился. Ну, за исключением того факта, что он очень быстро пачкается. Ну, на самом деле, держишь его полчаса, он грязный, как будто ты просто не расставался с ним месяц. В общем, мне это не понравилось. Еще мне понравилось то, что дизайнеры оставили очень большое место внизу смартфона. То есть кнопки на самом экране находятся, а снизу просто пустое место, непонятно зачем сделанное. Тем не менее, дизайн смартфона очень элегантный и хорошо смотрится в руке. Также корпусы влагой и пыли защищенные. Вы можете, в принципе, снимать им под водой. Для этого создатели предусмотрели кнопочку быстрого доступа к камере. Но единственное, что после того, как вы отснимаете под водой какие-нибудь свои сюжеты, обязательно просушите телефон, потому что в разъеме для наушников остается влага. Так как это флагман компании Sony, но на нем стоит самое топовое железо. И вы можете поставить любое нужное, ненужное приложение. Оно полетит, побежит, подскочит, вообще все что угодно. Лично мне смартфон понравился тем, что он влагозащищенный. Потому что неприятно, когда твой телефон падает в лужу, а потом ничего с ним не сделаешь, кроме как положишь его в рамочку куда-нибудь на стеночку. А мне не понравилось то, что он очень пачкается. Ну, это действительно неприятно. Он смотрится грязным и вряд ли вам добавит статуса, если кто-нибудь увидит, что он там поблекивает с вами, вашими опечатками пальцев. Но, тем не менее, он очень быстрый и лучше, чем большинство флагманов других компаний. Поэтому, если вы гонитесь за последними приложениями, там, за последними технологиями, и хотите, чтобы у вас все летало, прыгало, то, конечно же, лучше выбирайте его. Потому что он действительно быстрый и хороший. Спасибо петербургскому магазину телефонов марсово-поле.ру за предоставленный смартфон Sony Xperia Z1. Если вам понравилось наше видео, ставьте ему лайки, ставьте ему плюсы. Подписывайтесь на наш канал. С наступающего Нового года вас! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok